Доброго времени суток, уважаемые зрители телеканала Каспорт. Сезон в континентальной хоккейной лиге продолжается, однако в этом году без хоккейного клуба «Борис». О причинах провала постараемся выяснить в нашей сегодняшней передаче «Каспорт Аланы». Меня зовут Виктор Кирилюк и я с удовольствием приветствую гостей в сегодняшней студии. Добрый вечер. Вячеслав Борисов – это хоккейный агент. Добро пожаловать к нам. К вам тоже будут вопросы сегодня. Далее хоккейный эксперт Рустей Мустафин. Добро пожаловать. Илья Сомаров – журналист. Здравствуйте. Ну и поклонница, болельщица, куда же без болельщиков, Ирина Беспаева. Ну что ж, давайте сначала о том, что в начале сезона витало, когда команда забегала, хорошо отыграла предсезонку, Кубок Президента. Были ли мысли, что все в этом сезоне будет хорошо? Ну я думаю, что, наверное, сразу изначально ожидания были возвышены такие, что возвращается главный тренер, там, да, Скобелка. Все сразу сказали, что все, сейчас все пойдет, сейчас все будет хорошо. Но изначально эти пробелы, я думаю, были заметны и на Кубке, на Кубке как-то, да, на эфории, может, на легкости, может, не все команды приезжие давали серьезность этому Кубку. Выиграли, поверили. Потенциал был у команды, есть, но я считаю, что немножко медлительность в конце прошлого сезона, потому что все-таки команда всегда формируется в феврале, наверное, на следующий сезон. А все решения принимались уже ближе к июню, к июлю, рынок был довольно-таки скудный, да, если правильно выражаться. То есть по этому, думаю, что пробелы были там в начале, потом уже как бы скоротечно пытались быстро исправить эти проблемы, искали какие-то решения, может, не совсем взвешенные решения принимались. И как бы вот, ну, вот итог, как бы изначально так же по вратарям планировалось, то есть зайти с двумя своими вратарями, потом после первых игр решили это переигрывать, решили искать нового вратаря, рынок слабый был в этом сезоне. Поэтому, думаю, это одни из основных причин вообще, правда. Растай, мы ваши ожидания. Если честно, да, самые оптимистичные там ожидания-то были связаны именно с приходом Скобелки, да, потому что мы все прекрасно помним тот сезон, который, к сожалению, да, был прерван за ковидом, да, по-моему, если не ошибаюсь. Да, 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 тогда мы очень хорошо шли. Когда очень хорошо шли, действительно, и предыдущий сезон, который отыграли. Вот, наверное, поэтому ожидания были, как сказал Вячеслав, действительно, немножко возвышены. Но в целом, кто интересуется хоккеем, да, когда вот началось это, как раз, скажем, рекрутирование, да, набор игроков, уже понимали, что сезон простым не будет, потому что, ну, сразу поняли, что взамен ушедших легионеров, легионеров такого качества достать не получилось, да, там, были какие-то, скажем, там, инсайды, да, какие-то слухи о том, что финансирование заметно сократили Борису и так далее. То есть, какой-то четкой информации не было, но, в принципе, все понимали, что сезон не будет простым, да, что, ну, что сезон и доказал. Ильяс? Ну, я хотел бы отметить важный один момент, может быть, он не совсем относится к хоккейному, но около хоккейной, скажем так, геополитическая ситуация, знаете, где-то в глубине души нарушала какой-то оптимизм, потому что, ну, в хорошем смысле слова, то есть, подумалось, что многие ведущие легионеры с Европы, которые в один момент собрали вещи и улетели, буквально в разгар сезона, тот же Ортио, который уехал, от кожаления от нас, у меня пока думалось, что и игроков будет поменьше, я думаю, выбора будет поменьше, и я уже подумал, ну, все-таки, наверное, на этом фоне, все-таки в Казахстан игроки уехали более, скажем так, охотно, мне показалось, что в этом плане мы не где-то выиграем даже, ну, и, конечно, внушала оптимизм такой внешней, игра на кубке, неплохо сыграли, показали даже, где же характер, ну, опять-таки, конечно, это все выставочные, можно сказать, матчи, приход тренера, совершенно верно, коллеги сказали, очень такой обнадеживающий был, вот, но вот какая-то трансферная или как-то селекционная работа, она была, во-первых, не совсем открытая, во-вторых, она действительно, говорит, как коллеги сказали, она затянулась, и вот приход, особенно вот этих игроков из России, к сожалению, буквально уже в первых матчах, когда вот как раз-таки кубок президента был, они себя не особо показали, и вот это уже вызывало такую тревогу некоторую, ну, и, конечно, вратаревская линия, не зря говорят вратарь, половина команды тоже вызывала, в то же время, конечно, ну, в памяти были матчи и от того же Бояркина, и от того же Шутова на чемпионате мира, но все-таки хотелось верить, что все-таки они подтянуты, с другой стороны думали, ну, клин вышибает клином, может быть, все-таки вратаревская линия будет наша, и тем самым будем пропускать, но наши будут вратарей пропускать, и все, от матча к матчу будут подниматься, ну, видимо, тренерский штаб решил по-другому немножко, и, видите, полезли на рынок, а там оказалось нет, ну, и вот более-менее вратарь был такой приличный по уровню, это гудатчик, который уже, честно говоря, уже, к сожалению, отыграл все свое лучшее, это все признают, но надо отдать должное в этом сезоне, он, конечно, очень хорошо где-то помог, где-то потащил часто, про это, к сожалению, незаслуженно, к сожалению, незаслуженно об этом не говорят, а говорят о всех его там шоу, когда он чуил, да. Болельщики, наверное, по-другому, да, относятся, вы все время на трибунах, какие ожидания от сезона были? Нет, не то, что по-другому, у нас, как бы, совпадает мнение, все были в восторге, что вернулся Скобелка, воспряли духом то, что, как бы сказать, все помнили тот предыдущий результат, надеялись, что так и будет, но потом, действительно, у нас Лорис очень поздно всегда подписывает игроков, как-то все это затягивается, все тайно покрыто мраком, все в недоумении, все ждут, все просят, ответьте нам что-нибудь, ну и потом начались непонятные подписания игроков, которых мы, к сожалению, знаем, и как-то бы настроение не очень улучшилось, потому что, ну, эти игроки у нас играли, и, как бы, ну, может, это некорректно прозвучит, но лично мнение болельщиков подписывать тех игроков, которые приезжают доживать свою хоккейную жизнь в Борис, это как-то бы, ну, не очень хорошо. Ну, и с легионерами, конечно, такого уровня легионеров уже нет, но думали, что какие-то молодые, незнакомые, как-то у нас заиграют, ну, тоже как-то не случилось, или не успели сыграться, или, ну, не знаю, да, вот сезон еще с самого начала показался, что не будет он легким, и, как бы, ну, был разговор с самого начала, сможем ли мы пройти в плей-офф, ну, такое настроение витало, что, возможно, плей-офф в этом году мы не увидим, так и случилось. Может, это фанаты виноваты? Нет, фанаты не до конца поддерживали, да, что? Ой, а здесь можно я еще добавлю немножко касательно, ну, вообще, трансферной системы, все-таки я с этим, ну, как, очень хорошо знаком, потому что я этим занимаюсь. Основное, то есть, вот эти все политические моменты, они влияли на само финансирование хоккеистов, то есть, если изначально курс меняется, мы все-таки в Казахстане живем, бюджет на 22-й год, он закладывается в 21-м году, да, по нынешнему курсу, когда курс меняется, да, то есть, это же мы государство получает в январе, то есть, 22-го, и, соответственно, бюджет урезан, и начало сезона, это у нас сезон 22-23, получается, мы играем по старому курсу всегда. Если изначально был курс, там, 5-6, и когда он вырос до 9, ну, то есть, в июле он был практически 9-1,5 раза, соответственно, всем даже иностранцам было гораздо выгоднее, а в России курс доллара был ниже, то есть, и порядком, то есть, если здесь, там, не знаю, 30 миллионов рублей, это была одна сумма, то в России это было гораздо выше, и заинтересовать хоккеистов, приехать сюда, в Борис, было гораздо сложно, я это сам знаю, ну, прекрасно, и, соответственно, им ехать туда гораздо было выгоднее, а у Бориса курс в тенге заложен, да, как они могут взять дополнительное финансирование, то есть, это один из важных моментов вообще в чемпионате Казахстана, в спорте, даже мы не берем Борис, обычный хоккей, что бюджет закладывается в январе и разыгрывается, хотя это самый разгар, самый пик сезона, и даже сейчас команды, там, чемпионат Казахстана, играя плей-офф, они не понимают, как они будут доигрывать этот плей-офф, когда у нас идут, ну, система, там, госзакупки, правильно, то есть, я там понимаю, что есть спонсорские деньги, нужно привлекать спонсорские деньги, да, какие-то использовать, но это, как бы, большой пробел, именно для хоккея это очень сильно сказывается. Ну, это, кстати, вот то, что бюджет в начале года закладывается, это не только проблема хоккейного клуба, ну, просто хоккейный сезон прям в середину попадает все равно, то есть, имеется в виду, что хоккейный клуб, он попадает в середину, и это, как бы, череда вот этих всех проблем, оно одно на одно, когда наслаивается, накладывается и уже идет, как бы, нестабильно, да, скажем так, и также, ну, хоккеисты понимают, да, как бы, уже все знают эту систему, если мы говорим о курсе и всем остальном, то есть, деньги, когда мы приезжали, Баченский, Дауман и прочее, ну, в то время это получали легионеры, я извиняюсь, конечно, не знаю, это там скрыт, там, по 3,8, по 3,7 миллионов в год, сейчас таких сумм близко нету вообще, раньше был такой бюджет, там, курс был у нас, там, 150, 170, ну, неважно, то есть, это, то есть, приезжали игроки с НХЛ, которые играли в НХЛ, сейчас, как бы, грубо говоря, подписывали, да, там, это, приходилось подписывать, кто играл когда-то в НХЛ, с чемпионата Германии, там, правильно, ну, то есть, вот, уже на подписании, понятно, но это, как бы, рынок, он такой, он и в НХЛ такой, много случаев в чемпионате НХЛ, то есть, клубы подписывают, хоккеисты точно так же не заигрывают, не заинтересовывают, а когда он уже на контракте, ты его даже уволить не можешь, просто так, тебе все равно придется на него потратить деньги, поэтому, с другой стороны, Вячеслав, эти же реалии существования, они же не первый год, правильно, Борис существует, ну, вот, в этой системе финансирования, всю свою историю, так же, поэтому ничего не меняется, здесь, грубо говоря, это, это недоработка менеджмента, то есть, ну, я считаю, что... Медлительность. Да, вы прекрасно знаете, когда у вас будет финансирование, прочитайте курсы, так далее, так далее, работайте, ребята. Это должно быть, вот, в феврале, то есть, февраль начинается, у хоккеистов заканчивается контракт, остался март-апрель, у всех хоккеистов, неважно, в КХЛ, в НХЛ играют, но в НХЛ чуть позже они играют подольше, то есть, работа по следующему сезону, переподписания должны быть уже сейчас, когда ты понимаешь, что у тебя хоккеисты заканчиваются контракт, то есть, и здесь все, но, если еще, скажем так, у Бориса не подписан бюджет и не сформирован, то есть, когда нужно вот сейчас вести активную работу, он, может, еще даже не понимает, какие цифры у них есть, но это мое личное видение, я не знаю, конечно, насколько сейчас там по-другому, да, ну, как бы, насколько я знаю, это везде, в принципе, плюс-минус так же, то есть, когда ты не понимаешь, с какими цифрами ты работаешь, куда ты вообще целишься в новый сезон, да, на каких легионеров и сколько у тебя есть денег в бюджет, это очень важный момент, потому что все-таки у Бориса и логистика немножко другая, перелеты немножко другие, нежели чемпионат, то есть, КХЛ команда играет, расходы совсем другие. Ну, логистика у нас, скажем так, явно поудобнее, чем у того же Хабаровска, да? Ну, Хабаровск, Дальний Восток, конечно, мы не берем, ну, как бы, в целом. Ну, опять-таки, по сравнению, конечно, давайте, вот тот же Линден Вей говорил, что в этом году 68 матчей регулярки это не бывало, да, я все время спрашивал у тренеров и игроков, которые играли в НХЛ, и с КХЛ сравнивая, поставим мой любимый вопрос, считаете ли вы, что 62 матча в КХЛ это равны с учетом перелетов, разница во времени? 82 в НХЛ, а многие говорят, да, да, это так есть, а тут 68, Макс Толбов, который после Питтсбурга, там еще где-то поиграв, приехал играть за «Локомотив», он говорит, для меня ХХЛ это, говорит, возможность открыть новый мир, я говорю, в смысле? И отдохнуть, да, возможно? Да, я, говорит, 10 часов летел из Ярославля на первый матч в Шанхай, я говорю, 10, ну, представляете, 10 часов, такой, ну, это же человек должен пойти размяться, еще играть, вот такие перелеты, их два в году, правильно, насколько я знаю? Ну, смотрите, вот эти спаренные игры, ну, даже календарь, я разговариваю. Нет, тогда же еще был Шанхай, и тогда был еще Хабаровск, в Шанхай это было. Да-да, в Шанхай, ну, тогда был Шанхай. У меня, вот, то есть был личный опыт, да, игр там в Хабаровске, то есть тогда Владивосток еще не было, не в КХЛ, то есть перелет очень сильно сказывается. А когда Борис получает календарь, там, 17 игр за месяц, с учетом перелетов на Дальний Восток, играет, там, 4 игры, потом возвращается и через день играет дома, Ну, там это очень сильно часовой поезд, имеется в виду, что в совокупе было много, и как, это, можно сказать, что всегда, как слабый, да, ищет причины, там, то есть всегда. Тут можно минусов, плюсов найти, как бы километр, ну, как бы это все факты, они, как бы, никуда не уходят. Понятно, что должны были сыграть лучше. А можно и не сказать? Они также сделаны из костей мяса. Просто, может быть, отношение к какому-то другому? Я хотела добавить, может, по поводу бюджетирования. Ну, да, с бюджетированием, если не все понятно, но это не значит, что нужно подписывать непонятно каких игроков. И вообще, я считаю, что нужно тоже у нас делать ограничение этих легионеров, а не так, чтобы полкоманды у нас было легионеров. Они нам нужны для чего? Для того, чтобы, как бы, сказать, научить наших ребят играть. Они должны быть достойны. Пример. Они должны, да, примером, а не так, чтобы наши ребята сидели, они занимали их место и показывали точно такую же игру, когда наши могут показать даже лучше. Потому что 15 сезонов прошло, и по большому счету особо ничего не изменилось. Мы из года в год, из года в год ждем, ждем, надеемся. Мы всегда его поддерживаем, ходим. Это Казахстан, новый, все там, радуемся, все. Ну, в итоге, как говорится, возле ныне там, ну, ничего менять клуб как бы не собирается, непонятно по какому поводу это получается. Мы уже, болельщики, сколько раз это обсуждаем в своих группах, общаемся в реальной жизни. Все-таки больше игроков должны наши, казахстанские, быть. Потому что это, потому что у нас здесь есть сборная, которая тоже барахтается из А-группы, в Б-группу. Расскажите, вы хотите, чтобы Борис побеждал, или вы хотите вот... Это важный вопрос, который нужно в предположении. Потому что последнее место мы можем и со своими игроками спокойно занять. Я хочу, чтобы вы вырастили своих хоккейтов. Даже если мы не будем попадать в группу, это будут наши хоккейты, тогда вряд ли вы будете ходить. Я можно два примера приведу просто. Вот, допустим, давайте вернемся к квартарской линии. Говорили про Бояркина. В прошлый сезон он не играл, говорили, нужно свое дать ему время. Ему дали время, чтобы ему расти, нужно ошибаться. Ну, как бы, без ошибок не бывает. Он начал ошибаться, те же самые болельщики начали хаять Бояркина. То есть, винить его во всех провалах. Это так, полмомента. Ну, это не есть такие болельщики, конечно. Если посмотреть более глобально, масштабно, то есть, да, должна быть четкая задача. В начале сезона результата не ждите, мы играем казахстанскими игроками и все. В этом сезоне я просто посчитал, ради интереса, прямо перед этим. То есть, 16 игроков сборной играло. Из них отнимите 3-4, там, я не считаю, Шевченко, Шалапов, Петухов, если которых считают не наши. Наш казахстанцев играл 13. Это на самом деле рекорд. То есть, наши ребята, и они хорошо сыграли. Тот же Сагадеев, Савицкий. То есть, Рахманов ярко сыграл в конце сезона, да. Борисевич приехал, подключился. Михайли, спускай где-то в начале, но все равно он показывает свой уровень. Имеется в виду, что определенный результат и, скажем так, прогресс в этом направлении, в этом вопросе есть. Но, когда приходят дети и болельщики, я вам скажу так, да, вот, что там детские турниры, к примеру, проходят. И приходят у нас наши казахстанские игроки и приходят там Даррен Диск, к примеру. Все дети приходят смотреть туда, на яркие, то есть, чтобы расти, как бы, новое поколение. Они хотят видеть зрелище, они хотят видеть результат, победы. Когда команда проигрывает, то есть, соответственно, даже болельщиков на трибуне нет, это заметно. Когда команда выигрывает, арена заполняется. Тут, как бы, две стороны медали, то есть, что мы хотим получить от Бориса. Вот я пока не понимаю, допустим, да, какая точная цель. То есть, деньги, допустим, выделяются. На что? На развитие казахстанского хоккея. То есть, определенное, хорошо, какие задачи должны стоять, такие, такие, такие. Все хотят выигрывать, все хотят в плей-офф, не только один Борис, все остальные клубы хотят. Взять трактор, у него бюджет два раза больше был, точно так же не попал в клуб. Хотя подбор хоккеистов там был гораздо выше. Даже если взять среднюю заработную плату, к примеру, у нас хоккеисты второго звена. В этом сезоне, кто играли, наши казахстанцы, это там от 7 до 12-13 миллионов рублей. В России, в российских клубах цена наших хоккеистов уже на следующий сезон около 20 миллионов рублей. То есть, это игрок между третьим и четвертым звеном. Я просто вам говорю, какой рынок. На следующий год будет еще хуже. Наши ребята проявили себя, в КХЛ сократят легионеров. Наши ребята не считаются легионеров. Наша еночная задача сохранить то, что есть. Костяк, да, наш казахстанский каков. Если они уедут, кто приедет следом? Кто придет? Нет, я имею в виду не то ли, что, как бы сказать, они у нас в клубе должны играть и все. Если они будут играть в других клубах, они будут развиваться. Ну, когда, простите, они сидят на лахте. Как они будут развиваться? Как можно получить опыт? В этом году, просто я скажу, что в этом году, как бы, картина немножко поменялась в сравнении с прошлым. Но требования к иностранцам должно быть гораздо выше. Иностранцы должны быть на голову выше, чтобы играть вместо нас. А то и на две головы выше. Вопросов нет. Так я про это и сказал. Если иностранец приходит, он должен быть на две головы выше. Он не должен быть чуть лучше, там, на 10 очков у него больше. А он получается точно такой же, который, как в этом году, да. Честно, да, я бы считаю, здесь, наверное, такой очень заманчивый вариант, да, просто поставить на сезон, на два сезона задачу. Выиграть кубок Гагарина, да. Прямо набрать хороших, мастеровитых иностранцев. Пусть хоть весь состав будет из иностранцев. Если наши казахстанцы там пробились, то по заслугам, только лучше, не за счет паспорта. Если там развивать наш казахстанский хоккей, то у нас есть черка. Пусть играют ребята. И сборная пусть там играет. Борис, если выиграет, если Борис добивается успехов, это популяризирует хоккей. Дети идут в хоккей, дети идут заниматься. Будет полная арена. Нет, ну это, понимаете, это в Казахстане, да. А получается, мы идем, ну, на чемпионат мира. С кем мы идем? С теми же легионерами натурализованными. И какие результаты мы показываем? Ну, как бы это все было намерно. Ну, кому-то зрелище, кому-то хочется, чтобы развитие было. Мы возвращаемся, то есть в развитие. 15 лет, 15 сезонов, мы двигаемся в одном направлении, ничего не изменилось в лучшую сторону. Ну, значит, нужно поменять направление? Нужно поменять не это направление, нужно поменять именно подготовку наших молодых хоккеистов детей. Потому что дети, вот, допустим, когда чемпионат Казахстана, вот, чемпионат Кахэл, Борис вошел в Кахэл в 2008 году. С этого 2008-2009 год, мы вот рассказывали в прошлый раз, детских команд выросло. Когда мы занимались, там было три команды. Это Усть-Каменогорск, это Караганда, Астана даже, Астаны не было. Астаны не было, да. То есть, там, Алмата, вот, четыре команды было, Астана, Алмата, как бы, по стольку, по стольку. Сейчас в каждом возрасте порядком 10-12 команд играет по Казахстану. То есть, численность хоккеистов гораздо выше. Надо смотреть отсюда и растить. То есть, опять же, Борис свои плоды принес, да, хоккей здесь знают, этот вид спорта знает, он развивается. То есть, и дети хотят попасть. То есть, Борис это бренд, когда он выигрывает, он на виду, как бы всем все, то есть, как, когда Скобелка выигрывал два года назад, ну, не два года назад, там, два сезона, да, назад, все там на руках носили и тех же наших хоккеистов, и иностранцев. И вопросов не было, почему играют наши меньше, там, где-то. Определенный-то момент. Сейчас, как бы, все ищут причины, ну, как бы, они адекватные, они вполне логичные. То есть, вопросы задают правильные, болельщики задают вопросы правильные. Просто мне кажется, что тому же Борису надо быть более открыто, и более открыто общаться с теми же, с прессой, с болельщиками, рассказывать какие-то реалии. Кстати, по поводу открытости, мы на это ток-шоу приглашали президента клуба и главного тренера. К сожалению, мы получили отказ, да, нас пригласили на тренировку, но мы бы хотели их здесь все-таки видеть, чтобы они вместе с вами отвечали на эти вопросы. Постоянно, да, мы видим, да, что дело, ну, не ладится, да, там, игра не идет и так далее, и так далее. Естественно, у всех возникает вопрос, почему? Ну, есть какие-то объективные причины. А ответы получают, эти вопросы копятся, и они, наверное, ну, вот обратной связи нет. Да, 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 последнее интервью господина Иванищева, да, там я прочитал, ну, он сам понял вообще, что он сказал. Действительно. Когда он пытался объяснить причины. Господин Скобелка постоянно, просто какие-то дежурные фразы, работаем дальше, там, сложные соперники и так далее. Ребята бились, старались. Замечательно, ну, это просто, это, знаете, это пословица. Давайте перейдем к более приятной теме. Молодые игроки в этом сезоне в Баруси, наши казахстанцы. Ну, понятно, есть Адиль Бекитаев, который, по сути, дебютный сезон провел. Да, он дебютировал в КХЛ, но это был плей-офф у него. Сейчас он полноценный в регулярке сезон провел. Большой молодец парень, самый результативный среди защитников. Кто еще из наших парней порадовал в вашем сезоне? В этом году, как бы, ну, в моем, да, мнении, то есть вот Бекитаев, опять же, всегда говорили, почему он не попадает. Планомерная подготовка, то есть через Номат, в Борис, пожалуйста, зашел, попал. Ну, то есть он понравился. В этом году, как бы, ярко сыграли из казахстанских Шахмиденов. То есть он был, скажем так, пускай не все матчи сыграл, но, как бы, он играл достаточно неплохо. Да, он, пускай, не набрал, там, какое-то количество очков большое, но ему нужно время, опять же, адаптироваться к КХЛ, когда он будет уже более спокоен. Кто у нас? Наши ребята, там, Сагадеев, Савицкий, Петухов. Ну, как бы, я не знаю, насколько я могу говорить. То есть, ну, я считаю, казахстанцы, как бы, все-таки с казахстанским... Нет, Петухов по-любому все любят. Да, я думаю, что вопросов нет. То есть, насколько они проявили себя. Это рекордные сезоны для них, для всех. Ну, да, Петухов расцвел, он почти решай бы забрасывал. Да, Петухов, Шестаков, Савицкий, Сагадеев, Рахманов вернулся, да, хорошо. То есть они все набирают очки, они все играют. Бекитаев, то есть яркий пример, да, как бы, ну, картина какая-то, просветы есть. Есть, но, опять же, как будет дальше? Ильяс, кто вас? Ну, да, действительно, Адиль очень сильно, очень сильно приятно, очень сильно удивил. Конечно, фактически это полноценный сезон, фактически сразу почти все матчи провел. И не случайно такой показатель. Да, он ошибался, но как без этого, как защитник без ошибки, тем более молодой защитник, я думаю, конечно, он немножко был расстроен, когда, вот помню, мы у него часто брали интервью. Я говорю, ну, он говорит, я стараюсь работать над Бросковым. В принципе, у него неплохо стало это получаться. И, конечно, добротного, ну, не Кевина Далмана пока и не лица мы нашли, но, по крайней мере, уже игрока основы не только Бориса, но и сборная мы приобрели. Я думаю, это здорово. Борисевич, конечно, здорово себя проявил. Я спросил у Скобелки, вот если бы не Кубок Первого канала, он говорит, нет, мы пять лет назад. Он сказал, да, пять лет назад. Да, пять лет назад мы за него. Кайжан тоже не надо списывать со счетов, потому что, действительно, время тренировать себя очень... Просто весь вопрос в том, что много очень было на различных обсуждениях, на сайтах, на форумах. Вот именно вот эти ребята, про которых вы сейчас сказали, да, тот же Рахманов, который, оставшись из пепла, пришел. Помните, такая жуткая травма была, помните, с матчей с итальянцами на чемпионате мира в последнем? Приятно, что он заиграл. Приятно, что в конце, хоть Скобелка в течение сезона, по-моему, тасывал всех со всеми. Приятно, хоть в конце концов он нашел это сочетание Антона, Никиты и Михаила. Ну, хоть, по крайней мере, это нашла какую-то химию и поедет на чемпионат мира. А вот вопрос, Вячеслав, можно, да? Вот скажите, вот у нас там пара невнятных россиян, да, вообще, абсолютно невнятных? Там, прошу прощения, не пара, там их больше, по-моему. Фамилии-то, нападают. Пучок, Максим. Да, вот тот же вопрос. С такой зарплатой, вот, Вячеслав, скажите, а у нас здесь в Казахстане на рынке наших казахстанцев такого уровня нет? Вот я бы не сказал. Мне кажется, там можно пучок просто взять вот так вот. Да, вопросов, да, конечно, достаточно. То есть должен играть лучше. Как бы для меня непонятно, я как бы, ну, не могу сказать. Он вроде на Кубке, когда я приходил, там открытые тренировки были, он на самом деле выглядел неплохо, ну, как бы интересно. Но как только начались какие-то официальные игры, то есть он пропал, ушел в тень, я не знаю, там, семейное положение, пообиделся. Но сам факт, что он вообще никак не проявил себя, по нему, как бы, вопрос. Но я возвращаюсь к теме того, что когда хоккеист подписан, их сложнее увольнять. Вот это все равно, это не чемпион Казахстана. Чемпионат Казахстана, если, это обычный трудовой договор. Почему сложнее? Жалко, что? Нет, ты ему платишь деньги. Когда скамейка маленькая, ну, я просто скажу, да, там, скамейка маленькая, в Борисе не было, там, шесть звеньев, там, я не знаю, там, пять звеньев их было. То есть все равно, мое мнение, что, скорее всего, они не рассчитывали, как бы, есть хоккеист, не дай бог травма, не дай бог шток, просто как, скажем так, запасной, как бы, может, из этих побуждений. Но, как бы, для меня тоже непонятно. Ну, просто смотрите, тут возникает ситуация, что сидит местный игрок, да, он видит, что, ну, вы говорите, Максимов, там, на тренировке все равно. Условно, Апатерлан Маратов. Да, вот он сидит и смотрит, видит, что у того человека на льду ничего не получается. Здесь же тоже есть вопрос внутренней мотивации, что он так же работает, но не выходит. И вот что, о каком развитии можно говорить? Давайте просто тогда, вообще тогда не надо, там, ставить задачи, там, развитие и так далее. Давайте поставим задачу выиграть кубок Гагарина. Я думаю, такая задача всегда должна стоять. Наберем легионеров, да. Как мне-то, Светлана, нет, понимаете? Первая задача – попасть в плывок. Стоять. Опять-таки, по кубу Гагарина, извините, уже, по-моему, и руководство Бориса, и, по-моему, сказала, откровенно призналась, что мы по деньгам не потянем. Вот, это математика. Более того, есть опасения, что на следующий год команда может, не то, что в потолок, а в подвал не попасть, в пол. Если мы с одними из лучших в истории КХЛ-игроками, да, не смогли этого сделать, наверное, когда будет Баченский. Здесь, наверное. Это же менеджмент. То есть, недостаток финансирования, ты менеджер, иди, доказывай, пробивай финансирование, развивай программу, там, иди. Но я с вами соглашусь, потому что вы правильно сказали, что по поводу разницы, это же за полтора года, никто не знал, что такое будет. Вы же сами понимаете, почему все. Да, да, это здорово, что Вячеслав нам объяснил, почему раньше к нам, да, вот приезжали с НХЛ, игроки, которые легенды, да, это вопрос финансов. Ну, и опять же, здесь большой вопрос финансирования. Озвучена была сумма где-то в СМИ, что 8 миллиардов тенге. Ну, вы считаете, что если бюджет КХЛ, если не ошибаюсь, 900 с чем-то миллионов, потолок, да, зарплаты, около 900, да, это порядком 4, сколько, 4,5, вот 5 миллиардов, это команды только на зарплату тратят. А у Бориса 8, это берите детскую школу, берите Намат, который играет, я думаю, что Намат съедает порядком 700-800 миллионов, наверное, ну, может, меньше, 600, средний клуб чемпионат Казахстана. То есть, там еще Тамерис, Борис, то есть, это вся система имеет. Ну, сейчас еще выше будет бюджет, потому что хотят же ВХЛ вернуть Камаму. Ну, понятно, ну, вот, опять же, да, хотят. Ну, это вот болельщики будут задавать вопрос, почему там 10? Я не знаю, если они добавят бюджет, то есть, если 8 миллиардов, ну, так просто даже на пальцах почитать, откиньте заработный фонд, сколько Бориса, если он в пол попадает, там, 420, 430 миллионов должно быть у них, как минимум, это уже 2,5 миллиардов. Это все вопросы, плюс логистика, плюс все остальное. Это все вопросы менеджмента, Вячеслав, согласитесь? Ну, я согласен, что какие-то моменты можно компенсировать, да, точно. Но если в долгосрочную смотреть, ну, то есть, здесь все идет от денег. Это в любом виде спорта так. Чем богаче, да, бывает. Судя по финансированию, у нас нет и высоких задач по... Бывает, нет, бывает, конечно, что стреляет, да, какие-то моменты. А если, а с другой стороны, если нет результата, для чего это финансирование? Я считаю, нормальное финансирование, как раз там на зону плей-офф. Просто должны четко понимать задачи, то есть, если, грубо говоря, финансирование, которое есть, это, то есть, максимум, это восьмерка и прохождение, там, не знаю, первого круга, ну, нет. Даже год, там, два года назад взять, у нас играли, там, ну, то есть... Знаете, мы здесь отвлеклись, да, там, все, около хоккей, да. Конкретно, есть же виноваты, да, мы говорим, что тренер виноват, виноваты, игроки виноваты, виноваты. Нет, ну, если давайте будем... Потом мы как будто, знаете, мы как будто их оправдываем. За 15 лет, за 15 лет существование КХЛ, и можно, возьму на себя смело сказать, что Борис был одной из тех команд, которые, ну, как бы, ну, не соосновательный, но, как бы, с первого состава, правильно, помните, и лига была, да, мы с первого сезона, да. Опять-таки, повторюсь, важный очень имиджевый момент, потому что, все-таки, Борис, ну, знаете, на таком бытовом уровне, что ли, если хотите, в имиджевом плане, достаточно серьезный такой был бренд, наряду, наверное, с велокомандой Астана, но это больше то в Европе было. А здесь, знаете, вот такое, называемое постсоветское пространство, если хотите, евразийское пространство, да, например, постсоветское, там, взять еще, там, помните, команды играли из Финляндии, команды играли из Чехии, Словакии, даже из Хорватии команда была. В данном случае, просто, в этом плане, как и имиджевый проект, Борис, я считаю, себя очень хорошо оправдал. Просто, какому-нибудь трудящемуся, который работает на заводе, ему не совсем интересно, а те ядерные инициативы, например, Казахстана услуги, или о том, какие у нас внутриполитические реформы идут. Ему интересно, да, это команда, а, это что, это Борис, да, а это где, это Астана, а, Астана, это Казахстан, да, поеду туда, посмотрю, вот, например, мы сейчас подаем заявку на 27-й год. Много противников этой заявки? А? Много противников, я согласен с вами, более того, ничего неизвестно в 27-м году, мы сами в элите будем, не будем, да, не надо слушать. Ну, опять-таки, повторюсь, но, опять-таки, повторюсь, все должно быть как бы гармонично, потому что в плане, вот вы правильно сказали, что, например, за эти 15 лет у нас были какие-то свои кумиры, да, это был Далман, да, это был Дитс, да, это был, может быть, тот же Лилья, но, опять-таки, сколько мальчиков, которые сидели и решили, знаете, заняться хоккеем. Мусоров сколько, три сезона просидели? Да, 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 вот это вот, и сейчас посмотрите, раньше хоккей, например, в южных регионах, он был совсем не паулярный, про него ничего не знали, а сейчас везде идут мальчики с крючками, да, очень много, очень много, очень много, в самой школе Борис, например, да. Вячеслав говорил про 30-е апреля, это когда у игроков заканчиваются контракты, и у Бориса это очень много людей, да, за которых тоже придется бороться, кто ваши агенты, ваши игроки в Борисе? Ну, у меня в этом сезоне это пять человек, это Рахманов, Сагадеев, Савицкий, Нургалиев, Борисевич. Я сейчас одно видео хочу, чтобы включили, это выдержка с пресс-конференции, которая состоялась после дружеского матча с Борис Фанц, там как раз-таки был задан вопрос по поводу контрактов, и Иванищев, господин Иванищев отозвался, ну, что, дескать, это агенты мешают, ну, это мы говорим о мощней, давайте посмотрим сначала. Более крупных, наверное, все. Да, просим, мало. В этом сезоне состав обновился более чем на 70%. В том числе поменялись все, кроме одного легионера. Вейв у нас только осталось в прошлом сезоне. Многие казахстанские игроки и даже легионеры проводили дебютный, полноценный сезон на таком уровне. Конечно, для адаптации к новой лиге требуется время. Хочу отметить, что у Бориса была летом договоренность с рядом игроков-легионеров, которые впоследствии отказались участвовать в КХЛ из-за геополитической ситуации. Привлечение иностранных игроков – это мировая практика в разных видах спорта. Лучшие иностранные игроки привлекаются в том числе для того, чтобы местные игроки совершенствовали свои навыки и приобретали дополнительный опыт. Хочу отметить, что с каждым годом количество уроженцев Казахстана, выступающих в основном в составе Бориса, растет. Хотя некоторые болельщики считают по-другому. В этом сезоне именно за Борис были заиграны 15 уроженцев Казахстана. Здесь мы даже не берем натурализованных спортсменов. Плюс весь сезон в команду провел молодой вратарь Амирбеков. Это выдержка с подведения итогов сезона. И сразу второе видео я прошу включить, где как раз-таки были упомянуты продления контрактов и агенты. У Никиты на один сезон почему подписан? Он сегодня, в этом году станет свободным агентом, игроком. Его могут подписать на более высокие зарплаты. Это агенты торгуются. Мы это хотим где-то после 2-3 года, но агенты все-таки свою гнут. Я здесь не утверждаю, что именно про вас говорят, я про то, про вот эту ситуацию. Во-первых, агент, ну как бы фактически, да, это наемный работник, да, игрока. Это первое. И он работает в интересах всегда игрока. Если Борис готов платить, ну, к примеру, да, мы говорим о хоккеистах. Если Борис не готов платить эти деньги, то есть, ну, здесь, а там ему предлагают больше, неважно, кто будет агент у этого хоккеиста, он все равно уедет туда. Любому из вас, там, не знаю, любому работнику в Казахстане, если дадут в другом месте, там, в 2-3 раза зарплату больше, он соберется и поедет. Это нормальная практика. Агентские тоже подрастают? Агентские тоже подрастают? Агентские, да. Но вопрос в другом. То есть, это как бы нормальная практика. Что касается двухгодичных, трехгодичных контрактов, вот эту практику нужно вводить. Здесь не всегда агент. То есть, иногда у руководства нет веры в этого хоккеиста. Ну, то есть, он хочет, он сыграл один сезон хорошо, второй сезон плохо, скажем так, да, непровально. Следующий играет опять хорошо. Нет какой-то определенной стабильности. Руководство тоже боится. Я прекрасно общался на эту тему. Они говорят, ну, вот он прошлый сыграл хорошо, а позапрошлый сыграл слабо. А где факт того, что он 2 года будет играть стабильно? Кстати, долгознодушные контракты, они же дешевлеще. Вот, нет, на самом деле разницы нет, просто как договоришься, да, как в хоккеистах. Но если хотите, ну, то есть, если стоит задача строить фундамент, да, то есть клуб, который будет на протяжении, там, 2-3 лет стабильно играть, то есть за год, там, костяк какой-то определяется, как в Энхелл собирается. Там на 7-8 лет подписываются контракты, начиная от тренера, да, есть какой-то план, скажем так, на 3 года, что мы, там, к 26-му году у нас будет такой боевой состав, когда мы можем побороться за кубок. Тогда, ну, это нужно закладывать заранее. Никогда в феврале у него кончается контракт, и у него есть предложение гораздо серьезнее. Сейчас будет очень, я говорю, тяжело общаться с хоккеистами. Все хоккеисты сыграли хорошо сейчас, наши местные, да, ребят. У них будут предложения такие, что Борис чисто финансово не потянет их. А вот теперь вопрос, это клуб инициатор вот этих однолетних соглашений? Здесь, я думаю, что в совокупии, в каких-то ситуациях клуб, каких-то хоккеист. То есть хоккеист понимает, что если у него год заканчивается, то есть по возрасту он подходит, и на следующий год будет неограниченным свободным агентом, это одна ситуация. Если хоккеист ограниченный свободный агент, он не может просто перейти в другой клуб. Другой клуб должен, обязан выплатить компенсацию, Борис. Соответственно, даже пускай у него цена на рынке будет выше, но готов ли второй клуб заплатить за него, это уже совсем другое. Да, да, вот у нас лучшая хоккейная лига мира, это все-таки НХЛ, правильно? В НХЛ там вот такие однолетние контракты, это вообще редкость. Редкость, да. Это большая редкость. Все контракты многолетние, да, там, сами видим, да, там, прекрасно, там, пять лет, ну, от трех лет начинает дальше, да, там, девятилетние соглашения, одиннадцатилетние соглашения. Оно, если посмотреть, это выгодно, да, и игроку, и клубу. То есть, видите, о чем здесь говорится, у нас у Бориса нет какой-то четкой политики, что они хотят, они сами не видят. Поэтому заключаются вот такие контракты на один год. И в итоге там ни у игрока нет, да, какой-то уверенности, стабильности. Клуб там не знает, как он дальше будет, каким он составом будет на следующий сезон. То есть, ребята, определитесь. Здесь вернуться к финансированию. У нас годичное финансирование. Вы можете подписать состав там на 600 миллионов, потому что на 2023 год вам дали 600 миллионов. Опять же, ты дашь хоккеисту там в одном составе 20 миллионов, ты же ему в следующем не дашь 10, ты ему дашь 22, 23, 25, как договоришься. А если тебе бюджет урежут на следующий год, уберут просто. Государство скажет, тебе придется как руководителю, как клубу, как организации, да, там, юридической, выплачивать все эти компенсации, понимаете. То есть, здесь тоже, опять же, возвращаясь к началу разговора. Это все менеджмент. То есть, просто это как делается? Запастись, да, политическая поддержка наверху, сказать, вот вы Бориста в течение пяти лет не закроете, пообещайте. Да, обещаем Бориста, договор, такое можно. Денег, вот этот бюджет, он, он же примерно такой же и будет. Вера тоже в человеке. Трехгодичный, допустим, если был у Бориста там финансирование, трехгодичное, да, он бы четко понимал, первый год вот столько потратить, второй больше трех. Ну, это уже вопрос, должно решаться, это вопрос государственного, я думаю, это не Бориста. Программа Бориста 20-30 разработать надо. Ну, опять-таки, мне кажется, это, к сожалению, это не только Бористам, это и вообще, по-моему, вся лига, да? Это да. Там нет долгосрочных контактов, посмотрите, помните, клубы были, выходили из-за лиги, из-за отсутствия финансирования и так далее. То есть, тоже нет каких-то страшных. Ну, два-три, это более стабильные, это российские клубы, которые с историей, которые уже долго. Ну, это только два года, наверное, стабильность, тут ковид, и вот это, вот до этого-то более-менее стабильность. Более расстроенная практика, контракты 1 плюс 1 существуют, что на второй год автоматически продлевается контракт, если ты хорошо сыграл. Соответственно, тут есть вопрос определенной мотивации, что тебе отыграть, у тебя автоматически контракт с каким-то повышением прописан. Такое не практикуется у нас. Ну, на хоккее нет. Ну, то есть, с тренерами, да, хоккеисты, все, опять же, хоккеист должен понимать, если он подписан двухгодичный, понимаете, еще какая может быть ситуация, да, там, или 1 плюс 1. У него контракт кончается, вот даже для хоккеиста в конце сезона, мы говорим, там, чемпионат мира, ему нужно ехать. Если у хоккеиста нет контракта, он может не ехать на чемпионат мира, ну, в смысле, не может. Ему завтра работать, он травму получит, у него нет никакой гарантии того, что, то есть, у него семья, у него дети нужно кормить, зарабатывать. Он без контракта поехал, травму получил, клуб завтра скажет, слушай, мы не знаем, в каком ты состоянии приедешь, давай-ка ты приезжай, лечись, а потом мы посмотрим. То есть, здесь смотреть и со стороны клуба, понятно, политика, то есть, ну, для меня, да, там, и со стороны хоккеиста, то есть, все живые люди, все работают, как бы, за деньги, да, кто бесплатно не работает. В итоге, кто виноват? Виноват, это ничего здесь не сделать. А там, совокупность факторов, мы сегодня много обсудили, на самом деле. То есть, можно подписать, да, хорошо, готов клуб на себя, то есть, это менеджер должен взять ответственность, я подпишу его на три года, он будет играть. Завтра он не заиграл, это ответственность менеджера, правильно, что он подписал. То есть, здесь вопрос такой, качели. Ну да, ну что же, констатируем факт, сезон, безусловно, провальный, безусловно, худший в истории Бориса выступлений в континентальной хоккейной лиге, но все-таки мы всегда живем с верой, что дальше будет обязательно лучше. У нас, тем более, впереди чемпионат мира, задача, понятно, вполне себе, остаться в элитном дивизионе. У нас это два сезона уже получается, поэтому, я думаю, и в этом году не будет больших проблем. Жаль, что ребята остались без игровой практики в КХЛ, да, можно было еще немного совсем поиграть. Ну, все же, таковы реалии сегодняшнего дня. Мы благодарим наших телезрителей, мы благодарим наших гостей за эту содержательную беседу. Да, возможно, мы не выяснили, кто виноват, но каждый для себя найдет виновного. Смотрите дальше на следующий год. Да, иди виновного. Есть результаты сезона, да, но достигнут, а теперь надо отталкиваться. Ну что же, это было ток-шоу «Коспорт Аланы», и сегодня мы говорили о провальном сезоне хоккейного клуба «Борис» в континентальной хоккейной лиге. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»